здравствуйте приветствую вас на кулинарном канале диетолога скачков и в этом видео вы узнаете несколько полезных советов диетологов которые помогут вам приготовить чай китайский правильно и сохранить самую большую вашу ценность я имею ввиду ваше здоровье часть экспертов утверждает что чай китайский полезен по умолчанию он содержит сотни биологически активных веществ посмею вам напомнить что травоядные жвачные животные по известным мне причинам чай китайский в пищу не употребляют а насекомые разбегаются в разные стороны только зачуя его аромат поэтому нужно просто правильно избавляться от тех веществ которые пугают животных дикой природе сожалению не все люди это учитывают пьют чай китайский как получится получать те результаты которые получают и статистика неумолима из тех кто начинал пить чай китайский по разным причинам вынуждены отказываться от этого действительно вкусного ароматного полезного для здоровья напитка кто-то по медицинским показаниям по причине развития подавры гипертонической болезни атеросклерозов сосудов и других множество других заболеваний которые связаны с неправильным приготовлением чая но некоторые сожалению алкалоид кофеин сильнодействующее вещество которое может поставить вашу сердечно-сосудную систему на хрань безжимания и все могут выжить после чашки чая вот эти особенности вы со временем узнаете на моем канале а в этом видео я вам расскажу как приготовить чай китайский для здоровых молодых мужчин и женщин чтобы они по уровню здоровья оставались на этом уровне ну а паспортный возраст как вы понимаете это есть паспортный возраст и так как приготовить чай китайский правильный с точки зрения диетолога скачков первый полезный совет диетолога нужно правильно выбрать воду по умолчанию в этом случае вода должна быть максимально очищена от любых компонентов должна быть только молекулы h2o и более ничего иными словами вам подходит дистиллированная вода либо вода прошедшая обратный осмос без последующей минерализации для чего вам нужно именно такая вода это прекрасный растворитель который перенесет полезные вещества из чайного листа в напиток и в этом случае для вас приобретает смысл выбор чайного листа я имею ввиду по цене вопроса вы уже можете брать дорогой чайный лист и максимальное количество активных веществ перейдет напиток если вы берете воду любую я вас прекрасно понимаю но задайте вопрос школьник из области химии область тема растворения активных веществ и ребенок вам скажет чем больше растворено вы в воде различных компонентов тем меньше может раствориться дополнительно если вы плохо очистили воду то не тратьте деньги на дорогой чай берите самый дешевый очень даже выбрать самый дешевый чай в пакетиках все равно пользы вы получите минимальное количество далее второй полезный совет диетолога нужно правильно подготовить воду и нагреть воду для заваривания чая конечно одни эксперты утверждают что нагретая вода это мертвая вода и может заваривать чай просто на холодной воде действительно залейте холодной водой чайный лист вы увидите некий цвет увидите со времен попробуйте будет какой-то вкус можно даже аромат будет но в то время когда при низкой температуре извлекаются активные вещества а активные вещества чая контактируют с кислородом воздуха с бактериями которые находятся в воздухе они будут в первую очередь использоваться ими и вам достанутся минимальное количество активных веществ из чая китайского ну и любое количество произведенных микрофлорой токсических веществ и окисленные кислородом воздуха поэтому настаивать чай китайский на холодной воде не советую все-таки придется нагревать до нужной температуры и часть экспертов советуют что нужно нагревать воду для заварки чая до состояния белый ключ иными словами когда растворенные воде газы переходит во взвешенное состояние готовы в виде пузырьков выделяться из воды и считается что это самая лучшая вода для того чтобы заварить чай китайский я бы сказал что таком состоянии вода прекрасный дезинфектор той посуды которую вы будете дальше заваривать чай китайский или той посуды из которой вы будете пить чай китайский но ни в коем случае такая вода не должна контактировать с чаем китайским собственно потому что среди растворенных газов есть такой газ под названием кислород и спросите у школьников при нагревании окислительные реакции окислительная способность кислорода увеличивается либо нет школьникам скажет да поэтому если вы водой в состоянии белый ключ попробуйте заварить чай вы получите сумму окисленных биологически активных веществ которые кислись уже вы чашки чая либо в заварники и могу помочь вашему организму бороться с различными токсинами которые образуются в нем либо попадают разными путями поэтому таким способом видят воду в состоянии белый ключ использовать для заварки чая не нужно вы можете эту воду и обязаны использовать несколько по-иному когда вы увидели вода у вас превратилась практически в молоко вот этой водой вы должны первый раз обдать посуду заварник которым будете заваривать чай вы обдаете этим этой водой чашку накройте блюдце пусть пропарится хорошо и те бактерии которые там находятся ну а если взять истоки чайной церемонии злые духи что одно и то же с точки зрения современной науки они погибнут а что делать с водой а вода у вас продолжает кипеть дальше греться дальше доходит до стане кипения и часть газа в том числе не самый простой кислород удаляется из напитка а посуда при этом продолжает обрабатываться горячей водой единственное исключение из этого правила можно брать воду и заваривать вот на такой стадии кипения только один вид воды которую не был доступен ранее когда зарождалась чайная церемония ранее использовали для приготовления чая воду из ручья розняка колодца снеговую воду снег тоже тогда был достаточно чист все эти источники воды так или иначе содержали кислород кроме одной воды которая сегодня доступна населению планеты это артезианская вода артезианская вода свободного кислорода и в этом случае вы можете без опаски заливать настаивать чай именно на воде которая подошла вот к этой стадии кипения все остальные варианты лучше нет по той простой причине что вновь вам тут не имеет смысла покупать дорогой чай покупайте любой все равно кислород окислит активные вещества они все равно вам не помогут вы будете пить вкусный ароматный напиток цветной напиток но без активной активного влияния на обменные процессы в вашем организме а вы наверно на это все-таки рассчитывали и так эти особенности нужно знать и самое главное применять что делать дальше вот когда у вас вода нагрелась до 100 градусов немножко покипела вы нагревательный элемент выключаете вода начинает остывать и вот здесь остывающей водой вы делаете еще одно важное движение вы освобождаете заварник у той воды которая там была он уже пропалился забрасываете туда тот чайный лист который вы выбрали и такое видео на моем канале есть если у вас невык возможно у вас видна ссылка на это видео если нет найдете ее в комментариях или вы описание под этим видео когда вы засыпали в заварник чай вы заливаете остывающей водой близкой температуре кипения заливаете этот чайный лист и дальше смотрите зависимости от того чайного листа который выбрали сколько времени нужно на то чтобы напиток стал несколько окрашен это очень важно на поверхности чайного листа если верить метафизики тоже находятся злые духи я вам расскажу про них они понятны с точки зрения современной науки раньше считалось что злые духи есть и они смываются с поверхности когда только начинается заваривание продолжительность заваривания может быть разной если вы берете черный чай либо синий чай то ферментированный чайный лист быстрее своими активными веществами смоет с поверхности эту опасность если вы берете белый либо зеленый чай то конечно же не ферментированный лист медленней обогащает напиток вернее не напиток а емкость пока своими активными веществами и смывает с поверхности эту опасность что вы делаете дальше а дальше в эту первую заварку сливаете и избавляетесь от опасности опасность немаленькая на поверхности чайного листа очень часто находят возбудители грибковых инфекций а грибковые инфекции это источник одного из самых сильных канцерогенов афлотоксина и вы свой чайный лист легко от него можете избавить если обработаете правильно после того как вы слили вот эту первую жидкость первые первую заварку после этого вы делаете следующее движение вы заварник бросаете щепотку сахара по количеству примерно равную количеству чайного листа который вы будете заваривать это тоже очень важный момент просто чайный лист это фабрика по производству биологически активных веществ и самые сильно действующие вещества те которые могут здесь и сейчас влиять на уровень вашего здоровья это биофлавоноиды состоянии гликозид это гликозиды то есть есть агликон есть гликозидная часть сахара благодаря сахару гликозид становится растворимым в воде и может помочь вашему здоровью когда вы завариваете чай правильно а промежуточный вариант когда не хватало еще сахар для этого агликона он не растворим в воде прекрасно растворим в жирах спирте но чаще всего чайную церемонию проводят без этих ингредиентов и вы их можете потерять или если используете этот соревет диетолога то есть добавляете немножко сахара заварник часть аликонов соединится с сахаром появится гликозиды а значит биологическая ценность вот этого напитка вырастет и соответственно польза для вашего здоровья будет выше когда часть экспертов рассказывает что сахар портит вкус чая я понимаю что вкус это важно а для меня врача диетолога фитотерапевта бориса скачко с более чем 30 летним стажем автора более 50 опубликованных книг и брошюр очень важно не внешние спецэффекты вкус цвет аромат а биологически активные вещества которые извлекаются в напиток и у от действия которых на ваш организм появляются различные эффекты и вот это важно использовать правильно что вы могли пить чай до глубокой старости они обманывают свой организм различными спецэффектами цвет вкус аромат это все здорово это все эмоции а действует биологически активные вещества которые находились в выбранном вами виде чая если вы их используете правильно вы живете лучше и дольше если не очень правильно возможно варианты и так после того как вы слили воду первый настой чайный вы слили добавили к чаю щепотку сахара заливаете уже водой которая подошла практически к 85 90 градусов она уже немножко остыла вот здесь этой водой не на нагревании а на охлаждении вы заливаете чай и настаиваете то время которое требует выбранный вами чайный лист черный чай заваривается быстрее 5-7 минут зеленый чай может завариваться 10-12-15 минут дольше не стоит потому чтобы напиток по извлекаются вещества которые действительно реально уже портят вкус и вы больше пользы от этого все равно не получите вот таким вот образом заваривая чай вы получаете максимальную пользу и можете сохранить здоровье но напомню этот способ приготовления относится только к здоровым мужчинам и женщинам молодого возраста что делать тем кто считал себя здоровым а этот способ оказался для вас слишком уж экстремальным я имею ввиду по действию на ваш организм возможно у вас появилась тахикардия возможно вас поднялся артериальное давление это первые реакции которые показывают что вы немножко переоценили свой уровень здоровья и у вас знаете появилась интересная задача очень простая в принципе вы находитесь в точке а если у вас поднялась артериальное давление увеличилась частота сокращения сердца то это означает что вы приняли слишком большую дозу чайного листа напомню содержание кофеина если взять крайние позиции между самым малым содержанием кофеина в кофе и самым высоким в чайном листе то разница в 10 раз это очень серьезная разница я про кофе говорю ребята нужно учитывать кофейные тесты и в одной из опубликованных книг 68 кофейных тестов которые показывают ваши отношения к кофе как это к лечебному напитку с чаем может быть несколько сложнее если вы переоценили свои возможности вас появилась тахикардия вас поднялся артериальное давление то у вас включилась простая задачка вы находитесь в точке а кардиологическая реанимационная бригада находится в точке б и вот вопрос задач очень простой как правильно рассчитать скорость движения вашу к медицинской помощи чтобы вы не умерли от острой сердечной недостаточности и вот инфаркта либо инсульта спровоцированных гипертоническим кризом вопрос скорости движения и правда еще один вопрос на какой стадии чайной церемонии находится кардиологическая бригада не только заваривают чай либо они уже приняли чай и он простимулировал их мыслительную деятельность они могут при вашей встрече с вами оказать вам максимальную помощь правда этой задачи есть еще один вопрос если вы так пьете регулярно вы рискуете каждый раз своей жизнью есть еще точка d куда вы можете попасть это консультации диетолога который объяснит вам и как чай правильно заваривать и как кофе правильно употреблять и другие продукты питания и напитки как использовать для вашего здоровья и активного долголетия но ответ на этот вопрос знаете вы когда вы наберете нужный телефон и получите нужную для вас информацию которая относится не просто к вашей вашему здоровью мы к вашей жизни ну а на этой позитивной ноте это видео буду заканчивать с привычными подписчикам моих каналов с вами крепкого здоровья и разумного к нему отношения а пока вы думаете кому отправить ссылку на это видео можете поставить на это видео лайк можете сделать репост возможно не все ваши друзья знакомые родственники знают правильное отношение к чаю и употребляет его для своего здоровья они во вред своему здоровью что напомню причину по какой отказываются от употребления чая в пищу травоядные жвачные животные чайный лист содержит не только алкалоид кофеин который может гипер стимулировать активность мозга и сердечно сосуд система может не успеть доставить все полезные вещества вашему мозгу и чаще всего из-за этого возникают проблемы именно сердечно-сосудистой системы если вы не знаете основы правильного питания может быть и подагра могут и другие заболевания хастриты панкреатиты много проблем может произвести чайный лист если вы не заварить его правильно а чайный лист содержит еще два интересных алкалоиды теобромин и теофилин одно из действий которого раз которых раздражение кишечника до поноса иными словами обеспечить правильное питание своему организму употребляет чай и другие продукты питания достаточно сложно пищеварительной системе продукты питания происходит последовательные реакции расщепления с растворением воды воде а дальнейшее всасывание если вы ускорили движение по кишечнику вы получаете проблему кушать то вы кушаете у вас как бы на входе питание сбалансировано а на выходе вы получаете то что получаете и даже дубильные вещества которые находятся в черном чае не могут полноценно вам помочь они могут только замаскировать проблему алкалоиды теобромин и теофилин усиливают раздражение кишечника перистальтику и могут даже спровоцировать кровавый понос дубильные вещества маскируют эту тему но они сами по себе нейтрализуют часть биологически активных веществ и обедняют ваш рацион поэтому нужно правильно готовить различные продукты питания и напитки чтобы вы жили лучше и дольше больше информации вы узнаете из следующих видео на кулинарном канале диетолога скачков а также вы можете поискать другие видео их более тысячи в интернете чтобы вы жили лучше и дольше вы могли смотреть не только мои видео в интернете если вы еще не подписчик моих каналов не забудьте подписаться более около более тысячи полезного видео вам будет проще найти чтобы использовать вовремя для своего здоровья до новых встреч на моих видео каналах доктор скачков школа доктора скачков а также кулинарный канал диетолога скачков это youtube а также школа доктора скачков instagram